Некоторые из приехавших на семинар ребят участвовали в строительстве олимпийских объектов. Многие помогали наводить порядок в новых номерных фондах, в которые на этот раз они вернулись в роли постояльцев. Что будет дальше с олимпийским наследием, в том числе и со спортивными объектами, участникам семинара рассказал вице-губернатор края. Для лидеров молодежных организаций подготовили экскурсионную программу. На самом же семинаре с ребятами обсудили ряд серьезных тем, в том числе и вопрос военно-патриотического воспитания молодежи. Мы хотели, чтобы вы сегодня в таком общении, тесном общении, друг с другом, в тех новых формах, инновациях, которые в том числе и будут сегодня вам представлены от ваших коллег. Мы хотели, чтобы наш семинар носил такой характер и услышать вас, понять, чем сегодня глубину живет молодежь, что волнует молодежь, потому что нам и безразлично. С более чем полутора тысячной гвардией кубанской молодежи руководство края обсудило экономику региона и межнациональные отношения как фактор стабильности края. Коснулись и особо острых и болезненных вопросов конфликта на Украине. Сами участники семинара поддержали проведение подобных встреч и отметили, что поездка в Сочи оказалась достаточно познавательной. Все такие интересные, разнообразные, у всех такие мысли, идеи, ты думаешь, боже, куда я попал в этот день, на мир, неужели так много таких интересных людей. Мне очень понравились олимпийские объекты, я потому что не была на них ни разу. И вот эта атмосфера, такое ощущение, на Западе, я не знаю, классно так было, очень интересно, очень красиво было. Бесценный опыт общения какой-то постоянный, чем-то кто-то меняется, к чему-то новому учимся, проявляемся. Очень интересно, очень здорово, люблю такие мероприятия, постоянно в них участвую, буду участвовать еще больше. Развитие идет бешеное здесь, все время какие-то форумы, мероприятия, ездили в Краснодар также на мероприятия. Ну, постоянно вот это вот общение, движение, это очень замечательно, идея хорошая.